3 апреля состоялось очередное еженедельное совещание администрации. Глава города Игорь Александрович Ральников поздравил Буевлян с призовым вторым местом среди городских округов в конкурсе на лучшую организацию физкультуры и оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями. Помимо этого, глава города вручил благодарственное письмо Департаменту культуры Костромской области Николаю Торопову, помощнику главы администрации городского округа «Город Буй» по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям за качественную организацию работы для жителей Костромской области и проведение мероприятий в период празднования новогодних праздников в январе 2023 года. По официальным сводкам Межмуниципального отдела МВД России «Буйский» за прошедшую неделю зарегистрировано 147 сообщений. Из них 19 о кражах, 3 мошенничества, 2 без вести пропавших, 11 нанесений телесных повреждений, 5 ДТП, 5 некриминальных смертей. По административной практике зарегистрировано 177 сообщений. Из них по линии ГИБДД 105 сообщений, 31 факт появления в общественном месте в состоянии опьянения и распития. По сообщению директора «Буйской ЦРБ» Игоря Нефёдова, заболеваемость в городе снизилась на 8% и составила 128 первичных случаев. По областной сводке заболеваемости коронавирусной инфекцией, за сутки 24 заболевших в Костромской области, 11 из них – боевляне. Лечение в стационаре «Буйской ЦРБ» проходит 1 человек, амбулаторно лечится 11 человек, из них заболевших старше 60 лет – 8 человек. Директор организации тепловодоканала Риса Золотова доложила, что на прошлой неделе по водопроводно-канализационному хозяйству устраняли утечки по водоснабжению по улице Октябрьской революции 76 и 43, занимались прочисткой самотечной канализации. На сегодняшний день сохраняется утечка на водопроводе по улице Лесозаводская, запланированы ремонтные работы. На прошлой неделе сделали запас реагентов на период паводка. Цветность воды в реке – 126 градусов, в город вода подъедется 12 градусов цветности. Директор предприятия «Дорожник» Роман Костарев отчитался в проделанной работе за прошедшую неделю. На прошлой неделе вывозом снега с привокзальной площади завершили зимний контракт и теперь приступили к летнему контракту. Выполнили механизированную уборку тротуаров, занимались сбором мусора вдоль дорог, занимаются уборкой смета вдоль бордюров, также убрали смет по улице Красной Армии и Карла Маркса. Представители отдела образования отчитались про дело на работе за период весенних каникул. Провели пробный ОГЭ для обучающихся девятых классов. Состоялась межмуниципальная научно-практическая конференция на базе Духовного центра Благовещения, в которой приняли участие практически все образовательные учреждения города Буй. Как отметила начальник отдела культуры молодежи и спорта Светлана Муравьева, все учреждения культуры работают в штатном режиме. С 25 по 27 марта и с 30 по 31 марта состоялся 16-й турнир по баскетболу в памяти тренера Владимира Владимировича Кузина. С 24 по 30 марта в Костроме команда города Буй приняла участие в рейтинговом турнире по шахматам в памяти Юрия Дмитриевича Москалева. 5 и 6 апреля в Краеведческом музее имени Тамары Васильевны Ольховик пройдет Краеведческая конференция по актуальным темам «Книги трудовой славы Костромской области» и «Год педагога и наставника». Начало конференции в 14.30. 5 апреля во Дворце культуры пройдет городской фестиваль «Студенческая весна». 6 апреля в детской музыкальной школе состоится юбилейный концерт образцового ансамбля русских народных инструментов «Скоморошина». «Студенческая весна»